Привет! Мы с вами находимся в Рязанском районе, неподалеку от Рязанского проспекта. И здесь проходит тупиковая Шатурская улица, которая состоит из двух непересекающихся отрезков. Первый проходит от улицы Коновалова до дворов недалеко от Пуховицкой улицы, а второй проходит от Пуховицкой улицы, чуть подальше, и до дворов недалеко от Первой Институтской улицы. Проходит на параллельную железную дорогу Казанского направления около станции Перова и неподалеку от этой железной дороги. И она с двухсторонним движением автомобильного транспорта, по одной полосе в каждом направлении. Общая длина улицы составляет около 500 метров, то есть этих двух вот отрезков, изолированных в тот году. Ну, связанных по книжке с Пуховицкой улицей. Эта улица была застроена, когда территорию находилась еще в подмосковном городе Перова, и до 1664 года на ее месте, в этой улице, проходили первые и вторые южные просеки поселка Чухлинка, города Перова. В 1664 году город Перова вошел в состав Москвы, и в 1664 году вместо вот этих двух просеков южных, соответственно, возникла одна улица, которая была названа по городу Шатура, которая является восточным райцентром Шатурского района Московской области. Вот, последний такой восточный район Московской области, дальше уже идет Владимирская область. Ну, и до этого, собственно, города можно доехать на электричке по проходящей рядом железнодорогу Казанского направления, в том числе от станции Перова. Улица жилищно-социальная, здесь находятся только советские жилые дома, 5-12 этажные, построенные в 360-70-е годы. На первых этажах некоторых домов находятся магазины, салоны, аптеки, парикмахерские и другие нежилые организации. В том числе, также помежду домов здесь находится школа и городской центр инноваций и высоких технологий. Здание по драму 35, это бывший детский сад. То есть раньше был школа-детский сад, сейчас школа осталась, 5-этажное здание по драму 1, а вместо детского сада теперь городской центр инноваций. Ну, и нумерация домов здесь такая несколько запутанная, вероятно, от многочисленных, находившихся здесь ранее зданий, строение сохранилось всего несколько, которые сохранили прежнюю нумерацию. Поэтому за домом 1 сразу следует дом 8, а за домом 10 сразу дом 35. Вот так вот. То есть остальные дома соответственно исчезли, а нумерация этих прежних домов, она осталась, сохранившись. Ничего интересного здесь нет, хотя улица довольно такая тихо-спокойная, неплохо озеленена, так что, в принципе, здесь можно погулять. От нумерой Заразовский проспект может ехать на автобусах 51 и 725 до остановки улицы Коновалова. И дальше пройти пешком через улицы Коновалова к началу этой улицы. Можешь через Луховицкую добраться, или через железную дорогу с Казанского жалоба до станции Перрон. А вообще сразу по этой улице не проезжают. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.